Весовая категория до 70 килограмм. Красный угол корона, приглашается боя из Узбекистана. Встречайте, Муратбек, Альфаиза! Саламу алейкум хаммага, альфаиз Муратбек. Сурхондаря Виляты, Джаргурган Тумандамман. 70 килограмм веста в Узбекистан. В 2012 году Россия в Питерке Кигемман. Хазыр Пинапулас Зоутуда Шлемман. Инстаграм, я смотрю в инстаграм. И вот у нас, я получил арзу. Я получил арзу. Я получил арзу. Мы победим. Мы победим. Мы победим. Мы победим. В Кызылуголе, Альфаизов, Бродбек, Узбекистан, Жаргурган, Игримапау. 70 килограмм. Двигаемся дальше. И у нас следующая пара участников в легком весе. Мурадбек Алфаизов. Узбекистан, город Джаргурган. 26 лет, 174 сантиметра роста. Мурадбек Алфаизов. В Узбекистан, город Джаргурган. Играет музыка. Новый год. Играет музыка. А в синий угол октагона приглашается его соперник. Встречайте, Жавлонбек Каримов, Кыргызстан. Встречайте, Жавлонбек Каримов, Кыргызстан. Здравствуйте, меня зовут Реусов Александр. Я являюсь тренером школы боевых и искусств «Комбат». Тренирую направление кикбоксинг, тайский бокс и смешанное единоборство. Один из наших спортсменов, Жавлонбек, будет скоро принимать участие в профессиональном поединке. В данный момент занимаемся его подготовкой. Подготовкой мы занимаемся уже приблизительно около месяца, может быть чуть-чуть подольше. До боя осталось еще не более сколько у нас месяцев, осталось около 10 дней. Поэтому сейчас делаем грамотную подводку, чтобы он показал максимально качественный результат на турнире. Субтитры делал DimaTorzok Ну и соперником Муратбека станет Каримов Жавлонбек, представящий Кыргызстан, город Ош. 23 года, 180 сантиметров росту. Международный бой. Напоминаю вам, дорогие друзья, что если вы хотите оказаться на месте этих парней здесь в октагоне, то присылайте свои заявки. Все контакты необходимые указаны в описании к данному видео. Еще один последний в этом году, четвертый отборочный этап состоится в Москве. И у вас еще есть все шансы на него попасть. Отправляйте заявку, приезжайте, проходите кастинг. Кто знает, может быть именно вам улыбнется удача. И вы сможете оказаться здесь, на арене львиной битвы. Итак, представляю вам бойцов данной паре. Справа от меня Боис из красного угла. Он из города Жар-Курган, город Республика Узбекистан. Возраст 26 лет, рост 164 сантиметров. Приветствуйте! Муратбек Алфайза! А слева от меня Боис из синего угла. Он из города Ош, Кыргызстан. Возраст 23 года, рост 170 сантиметров. Приветствуйте! Жан-Лунбек Кариба! Рефери в октагоне Владимир Балат. Боисы, начали джиннов. Пожарные руки. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтем в голову не работаем. Коленом в голову можно бить только в стойке. Заседки, певчатки, шорта не хватает. 30 секунд партер дается. Ухажись, красивый бой. Опа! Ну и мы также ожидаем красивого, интересного боя. Этим ребятам есть, что доказывать. И себе, и сопернику, и зрителям. Начинается поединок. Мурадбек сразу же наносит хороший удар. Талсун Жан-Лунбек ответит. Просвистел апперкот. Шел сейчас Мурадбек вперед, сбил его. Каримов с ног. Без какой-либо защиты, просто с такими вот размашистыми оплеухами. Уфа издавался на своего оппонента. Пропустил тейкдаун, но прихватил шею. Будет ли удушающий? Нет, удушающий нет. Но такой есть классный перевод. Еще один свип. Меняется просто, как калейдоскоп. Он сейчас тут в позиции. Ну, Скорпион-то, мне кажется, вряд ли тут пройдет. Хотя пытался, так на ребра воздействует. Сейчас Мурадбек. Кто знает, кто знает. Вдруг да прокатит. Интересное начало. Никакой тебе разведки. Сразу пошли вперед с ударами. И вот сейчас еще раз напыдаем. У обоих бойцов такая размашистая техника. То есть кто попадет, тот и выиграет, похоже. На колено сейчас нарывается Жуланбек. Карни решили не финтить. Просто, чисто. И на всю катушку наносить удары. Очень любопытно. Затрещинами пытаются обмениваться. Но сейчас более же у Ланны все-таки пришел на прямые удара. А Мурадбек по-прежнему полагается на свою размашистую ударную технику. При этом, что удары-то жесткие, удары неприятные. Классный бой, я вам скажу. Тут испытывают просто крепость подбородка друг друга, парни. Кто первого упадет. Никакой у тебя защиты. Просто удар на удар. Вот это я понимаю. Длинная битва, дорогие друзья. Мы сцепились. Никакой защиты. Просто удар на удар. Блоки лицом. Ну что происходит? Жуланбек пытается сейчас перехватить инициативу. Поджать своего оппонента. Я реально не понимаю, чем это может кончиться, но кто-то, по-моему, не должен, кажется, упасть в нокаут. Это ничем другим такая история кончиться не может. Как нашли настолько двух одинаковых соперников, я не знаю. Это матчмейкерам честь и хвала просто. Ну а парни дают жару. Сделать вперед же Вланбек. Размахивается. Наносит удар. Получает такой же удар в ответ. Еще один наносит. Никакого тег-клинча. Стоп. Просто парни стоят, обмениваются ударами. Ничего. Просто ничего другого друг другу не предлагают. У кого челюсть прочнее? Ну круто. Ребята просто рубятся. Без каких-либо изысков. Посмотрим, поменяться что-нибудь во втором раунде. Мне бы, если честно говоря, не хотелось бы. Тут и так все хорошо. Хотелось бы понаблюдать, чем бы кончилось это все. Если бы вот бой именно так и продолжился, как в первом раунде он шел. С обменом вот этими громкими оплеухами. Но сейчас более осторожно все-таки оба. Испытали силу ударов друг друга. Пошел вперед же Ванбек. Ну, Ванбек в карман за ударом ответным долго не лезет. Отвечает сразу же. Ну, вот стоило только первому зацепиться. Все, поехали. Что там? Какая там разведка? Какая там защита? Надо просто бить. Вот Муратбек наносит свой удар же. Ванбек нисколько не потрясен. Ну, хочет лишить пространства своего оппонента сейчас так подрезает углы немножко. Замахивается, замахивается. И сам получает мощный удар навстречу. Пытается отвечать. Пошла у нас сеча. Пошла жара, дорогие друзья. Ну, просто бой вот никого здесь равнодушным в зале не оставляет. Потому что техники практически нету. Есть просто огромное желание победить. Разбито лицо у Муратбека. Мы видим, кровь течет она. Ну, тут просто идет, кто сейчас первый удар нанесет, полетит сразу в ответ. Вот сто процентов. Без вариантов. Ну, кровь течения сейчас будет делать свое дело. Муратбек просто дышать не сможет нормально. У него нос-то разбит. Соответственно же, Муратбек может на этом немножко сыграть. Дать ему подвумахаться, устать и уже уставшего добить. Хороший удар удается одному и второму. Опять пошла заруба. Никакого клинча. Клинча сразу выскакивает оба. Давай, давай, говорит Муратбек. Иди сюда. Будем биться. Ну, если уж начали, надо идти до конца. Муратбек идет в атаку. Колено от... Колено от Каримова. Это, по-моему, первый клинч у нас за долгое время в этом бою. Хотя видно, что как парни устали. Все, все-таки вынужден, вынужден Владимир Балала прервать бой. Для того, чтобы оказать сейчас врачебную помощь Муратбеку Алфаизову. Ну, я надеюсь, что бой не остановит. Хотелось бы все-таки увидеть его продолжение. Тем более, сейчас ребята наберутся сил. И снова бросятся друг на друга. Евгений Грибков сейчас колдует у нас над Муратбеком. Жуланбек в это время получает какие-то указания. Пытается продышаться. Набраться сил. При всей своей нетехничности этот бой внушает прям уважение. И огромный интерес вызывает здесь у зрителей. Потому что парни бьются с открытым забралом. А такое всегда зрители радует. Ну что ж, Муратбек набрался сил. Получает поддержку от зрителей. И снова возвращается на арену. Вот они, настоящие гладиаторы. Львиные битвы. Давайте поддержим, бойзов. Да, да, да. И львиные сердца в обоих. Оба готовы рубиться. Это классно. Не знаю, кто победит, но победы достойны оба. А между тем раунд закончен. Ждет нас третий. Сейчас парни еще подзарядятся. Заключитель. Будет ли то самое доброе старое рубилово, как и в первых двух? Или что-то поменяется? Все ответы здесь сейчас. Ого! Хороший у Широв корпус. Ажелон Бека. И Каримов рвется вперед. Снова начинается вот этот размен ударами. Да не будет ничего меняться, дорогие друзья. Нет, все, эти парни будут рубиться просто до конца. Они уже задали рисунок этому бою. Жестокие удары сейчас влетают просто в разбитое лицо Мурадбека, но он не собирается отступать. Он сейчас будет сам навязывать. И вот, похоже, первая борьба у нас все-таки. Да тут еще и с гильотиной. Пытается Мурадбек задушить своего оппонента. Кровь, собственно, кровь заливает ему глаза. Да, это прям старые добрые бои без правил. Какие там смешанные единоборства. Это именно бои без правил, дорогие друзья. Но не удается, не удается сейчас. Сил уже не хватает Мурадбеку. Но и опять же на корпус соперника зафиксируется. За одну ногу ты его не вытянешь. Ищет, ищет, ищет он гард. Ищет гард, чтобы вытащить. Но время истекло. Мурадбек весь в крови. Нужно опять врача. Что за бой, дорогие друзья? Ну, только не надо его останавливать. Тут остается буквально минуты полторы. Так, а у нас тем временем тут произошло такое несанкционирование, несанкционированное врывание секундантов. Ну, они хотели просто обтереть от крови сейчас бойца. В принципе, ничего криминального-то искать не надо. Умышленного в горячке. Просто люди заскочили в клетку. Эх, конечно, вот эти остановки немного мешают. Сбивают они бой. Хороший накал, хорошая такая динамика. Вот эти обмены ударами. К сожалению, технические паузы. Ну, необходимо бойца провести в чувство. Ну, что ж, снова у нас пластырь в деле. Будем надеяться, что он продержится до конца боя. Тем более, что осталось совсем немного. И Мурат Бек в очередной раз выйдет в клетку. Заряжается он. Заряжает зал. Ребят, давайте пошубим. Это просто нереально мощный бой. Отличный дух. Соглашусь, соглашусь с Александром. Бой просто нереальный. Побольше бы таких на самом деле. Ну, это львиная битва. КПММА номер один в Узбекистане проект. Удар в пах. Ну, так навстречу получилось. Пытался бить лоу. Неужели бойцы-таки поддержатся все три раунда оба? С таким количеством ударов в голову, что одного, что второго. Хорошая вертушка, но по воздуху. Сразу мидлкик. Подзаведился же в ламбек. Пытался бахвистом нанести удар. Муралбек его сразу же ловит. Хороший удар в челюсть прошел. И два берсерка просто рубятся. Все в крови. Ну, где же финальная атака. Да, же Муралбеку удается. Мощный удар. Опять в разбитый нос Добронбек. Он просто брошивает несколько ударов. Тут снова весь в крови. Улыбается. Что творится, дорогие друзья? Два хищника, покрытых кровью. Бьются изо всех сил. И бой... Да, все-таки бой завершен. Не знаю, не знаю, кому отдалю судьи сейчас предпочтение. Это вот сумасшествие было. Оба красавцы. Я бы даже... Я бы дал ничью, дорогие друзья. Просто вот за то, что оба проявили такой характер. Как мы часто любим говорить. Мощный бой был. Показали такую красоту. Обоим огромный респект. Посмотрим, что скажут судьи. Ну что, в этом бою, просто в этом кровавом бою, очень интересном, победа держит боец из синего угла. Но победитель все-таки определен. Джованбек Карымов из Кыргызстана становится победителем. А я бы еще и реванш посмотрел бы с удовольствием. Вот это мощь. Слушай, вообще красавчик. Слушай, ну... Ну давай, давай. Куда получим? Мясо. Мясо, да. Вот ты рубку закатил. Расскажи, как это? Каково это вот? Все это пережить, это все устроить. Слава Маке всем, кто меня ждал. Молодец, ждем подобные бои. Вот так вот.